Мы сюда привозили команды высшей лиги. Здесь, если я не ошибаюсь, были пельмени уральские, здесь был Пятигорск. Семен Слепаков стоял вон в той кулисе. Да, абсолютно верно. Пятигорск дважды приезжал в Приморский край. Ты Зеленского знаешь? Ну, знаешь, это сильно сказано, но мы играли вместе с Зеленским, мы здоровались. Ты как раз здоровался? Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте, Владимир. И после этого ты пошел в политику. Вот тебя никак не собьешь с КВНовской темой. Я не видел смысла тратить свое время на разговоры о том, что все здорово и хорошо, когда все не здорово и нехорошо. Как сохранить честь и достоинство в мире, где много лжи и предательства, где лицемерие заменило дружбу, а деньги – любовь, где сочувствие и переживание обрели форму атовизма. А чувство юмора, у кого оно есть, помогает в любой сложной ситуации увидеть яркие краски жизни. Большой зал Дворца культуры города Артема давно стал для Сергея Матлина местом силы и притяжения. Будучи президентом Приморского клуба веселых и находчивых, он не раз проводил здесь игры местного КВН и организовывал выступления знаменитых команд высшей лиги. Сейчас Сергей Матлин предприниматель и общественный деятель, но КВНовское прошлое не отпускает. Поэтому всякий раз, приезжая в Артем местом встречи со старыми друзьями, он выбирает Большой зал Дворца культуры. Там и состоялся наш мужской разговор. Мы сюда привозили команды высшей лиги. Здесь, если я не ошибаюсь, были пельмени уральские, здесь был Пятигорск. Я лично брал на этой сцене интервью у Кусталева. Здесь был, да, Петербург. Семен Слепаков стоял вон в той кулисе. Да, абсолютно верно. Пятигорск дважды приезжал в Приморский край. Ты Зеленского знаешь? Ну, знаешь, это сильно сказано, но мы играли вместе с Зеленским, мы здоровались, мы там что-то как-то фрагментарно общались. Ты как с ним здоровался? Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте, Владимир. Даже я сомневаюсь, что там было слово Владимир, конечно. Ну, как здороваются команды там, иногда обнимаются, иногда может там даже еще целуются. Как можно этим заниматься всю жизнь? Ну, во-первых, не всю жизнь. А 32 года, это немало? Да, наверное, 32, может быть, даже чуть больше, потому что я беру отчет 32, это как бы такая официальная история Приморского КВН. Сам-то я, наверное, первый раз сыграл в КВН в школе. Ну, это были такие смешные КВН, типа там, кто быстрее на стуле доскачет от стенки до стенки, так в классе пятом. Вы в школе, по-моему, все играли в КВН. Да, но это такие были больше. Чтобы на занятия не ходить. Ты же врач по образованию? Да, я по образованию врач, по первому диплому я врач. Более того, и лечебное дело. Всегда у человека есть какая-то ниша между работой, ну, или там, флеш-учебой и домом. Эта ниша очень часто молодых людей занимается творчеством. Был хороший человек, Ирина Николаевна Писарева, которая вела театральную студию, и, в общем, мы там занимались. Благодаря ей я, в общем, очень много научился делать на сцене. У меня произошел такой подъем в общественной работе, я стал заметен в институте. Когда я закончил вуз, получил диплом, я не пошел работать по специальности, и меня ректор тогда попросил, говорит, позанимайся год-два общественной работой, а потом пойдешь куда захочешь – в интернатуру, ординатуру или аспирантуру. Ну, у медиков там три развилки есть. В итоге я так позанимался общественной работой и КВНом параллельно, что уже никуда не пошел. Пошел в журналистику, мы делали с другом газету спортивную. Это же было время, когда можно было вот все пробовать. Мы прямо вот сделали самостоятельную частную спортивную газету, даже две. Как бы жили на это, в общем, кормили семьи, а время-то было трудное – 90-е, 92-й год. Когда меня позвали в конце года на работу в администрации края, там появился отдел молодежи только-только, вот мы одним из первых дел в начале 93-го года решили КВН, что называется, возродить. В 98-м году, в начале года, наша команда, сборная Приморского КВН впервые попала в эфир ОРТ. То есть мы на фестивале в Сочи получили там две с половиной минуты своего эфирного времени. Это был первый прорыв Владивостока, да, в принципе, Педальний Восток. КВНчики зарабатывают на КВН или они им живут? Вот эта огромная пирамида, которая есть в КВН, да, это миллионы людей играющих, на вершину, конечно, пробиваются немногие. То есть отбор очень жесткий. Я даже думаю, что вот этот отбор, чтобы попасть на самую вершину, ну, условно, где-то Мартиросян, Воля, этот отбор гораздо круче, чем где-то в театральной атмосфере. Раньше команда, пробившаяся в телевизор и дошедшая до определенного уровня, могла гастролировать по стране. Зарабатывать деньги? Да. Ну, например, сборная Владивостока, которая, в принципе, ничего не выиграла в своей жизни и даже ни разу за пять лет высшей лиги не прошла в полуфинал, имела по стране более 200 концертов за все свое время, коммерческих, замечу. И это были какие-то гонорары. И у команд, которые такие были, ну, классом гораздо выше, это, в принципе, 2-3 года это обеспечило им определенное, не то что безбедное существование, можно было, в принципе, поднакопить деньжат. Сейчас этого нет. Когда доходы упали, ты вовремя сориентировался и ушел в политику? Нет, не так. Я ушел из КВНа, потому что случился кризис, связанный с Камеди Клабом. Нам тогда предложили позаниматься Камеди Клабом, мы согласились, мы открыли здесь представительство, то есть был проект Камеди Клаб Влад Стайл, очень успешный проект. У нас в течение полугода были аншлаги в Владивостоке, в клубах. При стоимости билетов, хочу вам заметить, 2006 год, 2,5 тысячи рублей. Это был вообще в клубной жизни прям революция была, потому что такого не делал никто. Ну, сейчас я могу об этом сказать, деньги всегда всех интересуют. У нас был вал с вечеринки, мы собирали 250 тысяч рублей в среднем, кэша. И делали их раз в две недели, чтобы вы понимали. Это был такой нормальный бизнес-проект, франшиза. Камеди Клаб у нас жил года 4, довольно успешно. Вот, мы даже там какие-то выиграли конкурсы. У нас Куприянов Паша ездил на фестиваль в Сицилию, будучи отобран с теми самыми звездами Камеди Клаба. И после этого ты пошел в политику. Вот тебя никак не собьешь с КВНовской темой. Политики еще не было. Я занимался ивентами, у меня было там свое агентство нестандартных решений, мы делали праздники, корпоративы. Я пошел в университет дальневосточный. Когда Владимир Владимирович Миклушевский стал ректором, у нас появились какие-то общие знакомые, которые предложили мне позаниматься в университете объединением всех творческих сил. Но если вы помните, ДВФ уже создавался слиянием четырех вузов. И в трех из них были очень мощные творческие составляющие, так называемые молодежные центры. Мне сказали, к первому сентября должен быть создано подразделение, вот из этих еще не объединенных подразделений. Ты должен сделать там положение, юридически, штатное расписание, совместить, кого нужно уволить. Я был взят на такую работу. И я сделал этот студенческий центр, кто-то объединил все эти молодежные. Это была огромная структура, чтобы вы понимали, это было 114 ставок. Это самое крупное вузовское творческое подразделение на территории Союза Советских Союзных Республик бывших. Это только хоров было пять штук. В общем, я вот это все дело организовывал, создавал, это назывался студенческий центр. В 2016 году я ушел с ДУФУ. Ты пошел на работу в краевую администрацию? Меня позвали возглавлять департамент, тогда назывался департамент культуры Приморского края. С декабря я очень недолгое время работал, меньше полугода, директором департамента, ну полгода, директором департамента культуры. В июне я уволился. А почему ушел или ушли? Ушел сам, написал заявление. По одной простой причине, я формулирую ее в медицинской терминологии, меня позвали как врача, не то что спасать, но лечить больного, да, то есть отрасль была достаточно больна. Я пришел, посмотрел, поставил диагноз, провел исследование и сказал, что для лечения болезни, а я вижу, что ее можно вылечить, нужно то, 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 то. Мне сказали, нет, лечи подорожником. Я сказал, хорошо, я пошел дальше. Я не видел смысла тратить свое время на разговоры о том, что все здорово и хорошо, когда все не здорово и не хорошо. Это было твое самое большое разочарование в жизни? Нет, это не было разочарованием. Я, в общем, к этому, ко всему, что в жизни происходит, отношусь философски. Были истории, когда просто ко мне в кабинет стали очень часто приходить люди из правоохранительных структур, там, выемки, обыски в соседних кабинетах, опросы следователей. Например, у меня был день... Но они делали свою работу, наверное? Нет, я же без претензий, я просто говорю к той действительности, которая была. Например, у меня был день, один из последних на посту директора департамента культуры, когда за один день я трижды ходил в суд. На мои вопросы закономерные, ребята, а может быть мне кто-нибудь поможет там юристами, правовиками, мне говорит, это ваши проблемы, вы директор департамента. Я говорю, хорошо. Зачем мне работать в структуре, где я, который видел, как система называется, да, в которой система тебе говорит, твои проблемы. А за этими проблемами же что стояло? Последний раз мне следователь следственного комитета сказал следующее. Идите домой и скажите своей жене, что вы вовремя уволились. Надо ли что-то дальше объяснять? Там были истории с передачей имущества о Мариинскому театру, которое было сделано неправильно, а крайне мог оказаться я, это делалось до меня. Я понял, что учитывая тот масштаб федеральных проектов, который навалился на край на тот момент, их было 10, я считал. Там филиал Эрмитажа, филиал Третьяковки, филиал Русского музея, Мариинский театр, Приморская сцена, культурный центр, строящийся на русском, и так и не построен. Это же все было вот, все, все, каждый из этих, Валерий Асутский цирк, каждая из этих историй, она потенциально пахла уголовным делом. Ты человек, у которого есть жизненные ценности и принципы. Какие главные из них? Честность, принципиальность и последовательность. Это очень важно, это вещи, которые друг без друга не живут, потому что можно оказаться честным, но не последовательным. Или наоборот, что еще гораздо опаснее. Очень важно доводить до конца какие-то вещи. Это очень важно. Например, скажу вам так, у меня есть в биографии такая история. В конце 2009 года, года молодежи, ну, произошел в краевом бюджете такой, знаете, грандиозный распил денег, когда на год молодежи выделили приличные деньги, 30 миллионов. Это сейчас звучит вроде как не очень большие деньги, но хочу сказать, тогда... Тогда это были большие. Тогда на молодежь даже и двух не было. А тут неожиданно под год молодежи выделили 30. А в конце декабря мы обнаружили, что их потратили. Просто подписали акты, и что было? Типа на бумаге проведено 5 крупнейших молодежных мероприятий. Краевой турнический слет, фестиваль молодежного кино, фотоконкурс. А мы-то понимали, что ничего не было, тем более, что мы же в этой сфере, например, жили. И никого за это не наказали? Нет. Мало того, что никого не наказали. Об этом как бы делали вид, что ничего не произошло. Мы написали заявление, делали вид, что ничего не происходит. Мы бились головой об стенку. Нам включали фары, говоря языком правоохранительных органов. Но мы довели дело до конца. Вы можете себе представить, мы написали заявление в январе 2010 года. А приговор знаете, когда вышел? Дело дошло до посадок. Дошло. В апреле 2017. Я это называю последовательностью. То есть, когда поменялась краевая власть, когда стало возможно того вице-губернатора, который тогда был, убрали. Открылись какие-то вороты возможностей в систему МВД. И все-таки приговор состоялся. Есть человек, которому вынесли, пускай условное, но наказание, которому вынесли штраф. То есть, справедливость восторжествовала? Ну, не в той мере, как нам хотелось бы, но это я говорю про последовательность. Или это просто торжество одного из твоих принципов? Это, во-первых, не моя была личная история. У нас был целый круг людей. Но здесь что было важно? Но тем не менее, ты тоже в этом участвовал. Что мы шли до конца, да. Ну, заявление было написано от меня лично, чтобы вы понимали. Дерево, дом, сын. Эта программа выполнена? Дерево нет, но зато по сыну перевыполнена. У меня двое взрослых сыновей, которыми мы с женой гордимся. Они оба уже живут не с нами. Старший сын закончил ДВФУ, но магистратуру закончил в высшей школе экономики. Сейчас работает в очень серьезной международной компании. Живет, работает в Москве, женился в этом году. Младший сын поступил, сейчас учится в Питере. Очень доволен учебой, атмосферой, которая там есть. Мне кажется, ему нравится учиться, что вообще редкость по нынешним временам. Два сына, да, которые... Вот ты приехал сюда, на Дальний Восток, из Питера. Тебя никогда не тянуло обратно? Во-первых, я сюда приехал в неосознанном возрасте, потому что у меня просто отец был военный, который по распределению прибыл служить на Тихианский флот. Ну, вначале на Камчатку. Но тем не менее. На Камчатку, потом Владивосток, потом Приморье, потом опять Владивосток. Ну, и в итоге я вот здесь 72-го года. У меня основная развилка была на моменте окончания школы, куда пойти и поступать. Я думал о Санкт-Петербургском университете. У меня еще были мысли, тогда серьезно занимался шахматами. Все-таки решил остаться и поступил в мед по стопам отца. Я ни о чем не жалею, потому что медицинское образование – это очень серьезное образование раз, и это очень полезное образование два. И с точки зрения взгляда... Безусловно, тут не поспоришь. Но ведь у тебя были варианты уехать в Москву или в Питер? О Питере я задумывался вот сейчас. Мы когда ездили на свадьбу старшего сына, вот сейчас в августе, да, в Петербурге, мы довольно много там провели времени, и я окунулся в свою вот эту вот историю улицы, на которой я жил. Мы сходили в этот двор, прогулялись по этой улице. Ну, мы же понимаем, что одно дело приезжать и ностальгировать, другое дело там жить. Ну, вы знаете, я, наверное, вернусь в этот город, когда перестану работать. Ну, потому что это все-таки... Наверное, что-то у нас есть такое. Чем больше живешь, тем больше задумываешься о каких-то таких вещах, когда срабатывают какие-то генетические коды. И я это почувствовал в Петербурге, да, я это почувствовал, да. А сможешь ли начать все заново? В Питер надо приезжать просто на пенсию. Вот, мне кажется, для этого это самый подходящий город. Из тех, с кем ты начинал, многие ли добрались до сегодняшнего времени? Кто-то, может быть, сошел с дистанции, остановился на середине пути? Несколько лет назад был юбилей выпуска нашего курса Медуни, теперь уже университета. И у нас сохранилась группа в WhatsApp, да, называется «Однокурсники». А поскольку курс в меди, если вы не знаете, он очень огромный. Например, мой курс «Личфак» – это было 350 человек. Можете представить, какая группа. Часть людей живет не в стране, часть людей не в медицине. Но я искренне благодарен этой группе, там оттуда многие выходили, поскольку, знаете, начинается какой-то спам в WhatsApp-чике, или там какие-то политические штуки, такая часть людей входит. Я искренне вот прям благодарю, что она у меня есть, потому что я чувствую свою сопричастность с Альмаматор раз. Во-вторых, это очень полезная вещь, потому что все-таки это медики. И хочу сказать так, что те люди, с кем я закончил медицинский вуз, они сейчас находятся в статусе главных врачей, начмедов. У меня есть однокурсник, который стал главным врачом Центральной республиканской больницы Грузии. Ты жалеешь о том, что ты не стал врачом, а говоришь так, как будто бы жалеешь? Нет, я просто радуюсь за успешность своих коллег, и начинаю понимать, что чем больше я живу, тем больше они мне могут пригодиться. Это медицинская ипостась. Что касается ипостаси, например, КВН-овской, вся сборная Владивостока, та самая, да, на 90% сегодня живет не в Владивостоке, в большей части в Москве, но это в большинстве успешные люди. Это авторы сериалов, которые мы сейчас смотрим по каналам, это два человека есть, которые получили ТЭФИ, основную телевизионную премию. Вот скажи только честно, завидуешь? Хороший зависть. Хороший в творческом смысле, да. Горжусь тем, что Леша Федоров, наш, например, автор, команда которого здесь на этой сцене проиграла сборная учителей Артема, например, в 96-м году, является одним из крупнейших специалистов сегодня на территории бывшего Союза в рекламном бизнесе. Он вот недавно, он получил несколько каннских львов серебряных, вот есть Каннский фестиваль кино, а есть реклама. Он не стал таможенником. Но не стал таможенником, но, может быть, это здорово, потому что он стал одним из крутейших людей в мире в визуальной рекламе. Он снимает крутейшие ролики для там мировых брендов. Я искренне гордюсь, что это наш Леша Федоров из славянки, который учился в Владивостоке и был капитаном таможни и играл в фантазии. Скажи, пожалуйста, а легко ли книгу написать? Книгу написать сложно, потому что это требует огромного погружения, а погружение требует времени. Вот, кстати, если бы не пандемия коронавируса, я бы не написал книгу, потому что что произошло? В апреле появилась масса какого-то свободного времени. Я начал разбирать фотоархивы, думаю, а, сделаю ли я в Фейсбуке, буду развивать свои соцсети, фотоконкурс. Начал выкладывать фотки про историю приморского юмора. Там мне потом Михаил Дуарович Скабенко, тоже вам прекрасно известный, говорит, что, может быть, вы книжку напишете? И я стал думать, не написать мне книжку про приморский КВН, но понял, что про приморский КВН книгу написать сложно, а вот про сборную Владивостока легче. Это все-таки более узкая история. Это я еще такой, знаете, очень нудный человек. Я там вел протоколы, не выбрасывал, сохранял жюри. Я еще понял, что как уходит восприятие жизни очень быстро. Были вещи, которые я в КВН знал, например, вплоть до того, что мог оценки вспомнить. Проходит какое-то время, и все стирается. Ты же не задумываешься об этом? А я вряд ли буду написать книги, потому что я не скажу, что... Ну, а ты уже написал? Написал, но я буду... Давайте говорить, что я ее написал, когда она выйдет из печати. Мы, знаете, будем держать в руках этот томик, устроим презентацию. Сейчас же многие становятся блогерами и стараются выкладывать на своих страницах информацию негативную для того, чтобы собрать больше подписчиков. Для чего это надо, я не понимаю. Ты в своей книге вот неприглядные стороны КВНовского движения описывал. Скандалы, капитал. Хороший вопрос. Да, там кое-что есть, но не потому, что я хотел вытащить негатив и там добавить. Я прекрасно понимаю, что что бы я там ни написал, тираж этой книги, он примерно будет всегда одинаков. Это люди, кто там знал сборную Лунистока и купит ее из любви к команде, из ностальжи по своей молодости. Либо будущие КВНщики, сегодняшние начинающие школьники. Может быть, но вряд ли, потому что слишком много времени прошло. Я думаю, что сейчас спроси любого там условно Артемовского КВНщика-школьника, а ты знаешь, что была сборная Лунистока в телевизоре? Вам 90% скажут, ой, боже, не знаю, а то и 99%. Это немножко другая история. Про соцсети, да, хороший вопрос. Я, ну, не блогер, но у меня, например, в Фейсбуке там 5000 друзей. Я такой, как бы, типа один из самых популярных, возможно, в крае людей, которые что-то там пишут. Последние актуальные темы для меня были, это история с почетным гражданином города Владивостока 2020 года. Актуальные вопросы политики. Вот недавно были выборы, тоже на эту тему иногда я там позволяю себе что-то писать, не злоупотребляя историю, понимая, что политика вещь такая, которая не очень привлекательна, к сожалению, для большинства людей. Ты не хочешь вернуться в политику? А я в ней, в общем-то, я занимаюсь политикой последний год. Но ты в политике и вне политики. Я не считаю, значит, что какая-то область жизни должна захватывать тебя целиком. Потому что в жизни есть очень много радостей, которыми нельзя жертвовать ради чего-то одного, занимаясь чем-то одним фанатичным. Мне вот очень дорогие строки рождественского, по-моему, фанатиков. Я с детства опасался, как лунатиков. Потому что фанатизм, упертость во что-то никогда никого не доводил ни до чего хорошего. Очень много. Понимаете, вот жизнь, она как 10 пальцев. Сейчас в КВН опять уйду. Знаете, как в КВН-овской визитке должно быть 10 тем. Вот ты должен про это, про это, про это. И также жизнь ты должен прожить. У тебя должна быть личная там любовь, семья, там, не знаю, спорт, бизнес, политика, что там еще, творчество какое-то. Вот должно быть все. Путешествие, в конце концов. Потому что что такое жизнь? Жизнь это, как кто-то сказал из великих, это в конце концов собирание впечатлений. Вот. И я пытаюсь это по максимуму делать. Вот сегодня я занимаюсь, например, 130-летием замечательного музея Арсеньева, который празднуется вот в эти дни. Там, меня попросили помочь, я с удовольствием помогаю своим друзьям это делать. Как сценарист, как ведущий, там, немножко как режиссер. Ну, это, это кайф. А чего никогда в жизни не должен делать мужчина? Предавать. Это самое главное, потому что в слое предательства очень много всего. Мы очень часто предаем, и меня предавали. Предаем, наверное, прежде всего своих учителей. Вот, людей, которым мы по жизни обязаны, и чего-то мы здесь не сделали такого. Вот я знаю, чего мы не сделали, да? Ты чем царше становишься, тем больше ты понимаешь. Мы в свое время не сочли нужным отрефлексировать на предмет того, как много тебе в жизни дал человек, и сказать ему спасибо. Это очень важно. По молодости ты думаешь, а, потом, а потом и не будет. Потом, как говорит Макаревич, это отложенная форма глагола никогда. Сожалею, например, что вот Ирина Николаевна, которая сегодня вспоминала наших у друг театра «Гротеск», ушла из жизни, а я и не увидел ее в последние годы. Она вот в «Большом камне» ушла из жизни два года назад. Я жалею, что я вовремя не сказал кому-то еще какие-то слова или просто не считал возможным им благодарность. Это оно возвращается, знаете, как-то. Мне там кто-то не сказал слова благодарности, я на эту тему, честно говоря, переживаю, например. Но самое важное – это не предавать прежде всего себя, а себя это в том числе и других. Потому что, например, предательство своих учителей – это предательство себя. А у тебя был выбор в жизни – предать, не предать? Конечно. Конечно, и часто бывает. И этот выбор, поверьте, бывает у всех, у нас практически каждый. Ну, если не день, то очень часто. Мы, может быть, все не отдаем в этом отчет. Тут, знаете как, это вот как боль. Ты, когда проходишь какой-то порог восприятия, есть же люди, которые менее чувствительны, более чувствительны. Сейчас опять в медицину, да? И здесь так же. Ты, когда по жизни занимаешь какую-то позицию, ты говоришь себе, что, ну, вот я здесь работаю, ну, я же не могу, мне же надо семью кормить. Или там, я же руководитель, за мной же коллектив, поэтому я не могу сейчас пойти, потому что меня же уволят, и люди типа пострадают. Ты вот взял на себя такую, одел мантию, ну, типа, как будто бы ты, и поступил со принципами, по сути. Такие примеры на каждом шагу. И что вам рассказывать там? Можно взять любую историю с выборами, например, да? А почему ты людей принуждал идти досрочно голосовать, бюджетников своих? Ну, я же не могу, мне же руководитель сказал. А ведь если я слушаюсь, меня же уволят, и моему коллективу станет хуже. И ты себя предаешь, понимаешь, в этот момент. А что проинтересное происходит? И нас таких очень много. А что я говорю? Я говорю одну простую вещь. Если бы каждый на своем месте занимал определенную позицию, такого бы не было. Потому что невозможно всех уволить. Ну, вот хрестоматийная история. Нянечки в детских садах получают очень мало денег. Ну, в библиотекаре, да, моя тема, занимался культурой. Библиотекарь, там, в библиотеке, например, там, не знаю, Артемовского городского округа, может, на моем отполучал, там, не знаю, там, помню. 6 тысяч рублей. Как так? Что делать? А давайте сделаем вот так, говорит нам национальный проект. И что происходит? Библиотекаря переводят на четверть ставки, он получает те же 6 тысяч рублей, но по статистике это 24 тысячи. И библиотекарь, как ни в чем не бывало, ходит на работу и делает вид, что так и нужно. При этом она дома сидит, ноет, что ей платят такие крохи. Но по статистике-то, вот, и все делают вид, что так и надо. И в итоге, вот, это была одна из историй, собственно говоря, его хода. Я делаю доклад и говорю, ребята, мы выяснили, что из 5 тысяч, цифры условные, но они примерно такие, работников сферы культуры Приморского края за последние два года на неполные ставки было переведено почти 50% людей. Происходит манипуляция с их зарплатами, чтобы отчитаться по указу президента, о повышении зарплаты работникам в бюджетной сфере. И все такие сидят и молчат. Теперь я понимаю, почему ты не стал политиком. Это как раз и есть политика. Политика пытаться воздействовать. Так не должно быть. Вернемся к нянечкам в детских садах. Напишите все заявления, уйдите, и завтра будете получать больше. Это так работает. Ну вот сейчас, например, есть проблема с учителями. Я там слышу, читаю в телеграм-каналах, что не хватает фонда оплаты труда учителей до конца года в Приморском крае. Учителей начинают грузить, они бесплатно стоят и обеспечивают масочный режим. Знаете эти истории, да? Конечно. То есть директор школы дает указание, что чтобы масочный режим в школе обеспечить, учитель должен в свободное урока время стоять на входе. Учитель задает вопрос, я же работаю, а мне никто не платит. Все ноют, но никто ничего не делает. Напишите все дружные заявления, и уйдите с этой работы, и завтра вам за это будут платить. Но это же психология, рабская психология. Рабская психология русского народа, простите меня. Ну и что? Тогда что мы ноем? Вот мы здесь придаем себя, в этом месте. При этом смотрите, что происходит. Другие люди на других работах позицию занимают и получают очень приличные деньги. Без рабской психологии. Понимаете? Ну и все, тогда чего? Кого вы клянете? Все мы это понимаем, то, о чем ты говоришь, но никто не хочет рисковать. И весь свой негатив, всю свою отрицательную энергию выливают куда? В социальные сети. Вот там ты начитаешь. Да не в социальные сети они выливают. Прежде всего, выливают на своих близких у себя дома, а не этот негатив. Это в первую очередь. Вот. В социальные сети, там сидит 10% людей от силы. Если бы в социальные сети бы все выливали, мы тоже жили бы веселее. Что происходит в головах людей? Страх, который не выветрился. Это у нас есть на генетическом уровне. Это есть рабская психология, наша еще с времен крепостного права, тоже еще не выветрилась. Ты помнишь эти времена, конец 80-х, начало 90-х, когда было вот это вот ощущение свободы, когда мы позволяли себе говорить все, что угодно. Как это потом все сошло? Что это вылилось? В нормальную историю вылилось. Кто-то говорит. Вот я сижу сейчас и говорю. И призываю всех делать то же самое. Потому что основной инструмент человека, который у него есть для свободы, это его род. Его надо открывать и говорить. Я всем говорю хрестоматийную историю. Ты можешь прийти на планерку к начальнику, он будет тебя крыть матом. Мы сидим с вами, например, в зале на тысячу человек. Вот здесь, да? Сколько здесь? Тысяча человек мест. Перед вами будет стоять, допускай, хоть президент страны, хоть господин Бог. Если в этом зале найдется несколько ртов, которые начнут открываться и говорить ему не то, что он хочет услышать, я вас уверяю, что он на это будет реагировать. Других вариантов здесь не существует. Но если мы все будем молчать, он будет думать, что он искренне прав. Рот надо открывать. Потому что большинство решений неправильных, которые принимаются в нашей, например, государственной системе, это говорю как человек, кто не работал, принимаете. Знаете почему? Потому что никто не возразил. Знаете, что происходит на совещаниях, например, в условном правительстве, условного региона? Все сидят, обсуждают какую-то проблему, молчат, слушая первого руководителя, ничего не возражают. Вот выходят в коридор и говорят, да, это ничего не получится. Бинго! А что вы там молчали? Я не знаю, какой пример взять. Ну вот стоит камера, да, человек прекрасно понимает, что если я приду в рубашке в узкую полоску, бело-черную, да, то потом будет рябь в эфире. Но я, простите меня, человек, у которого фамилия Иванов, и я там, не знаю, величайший начальник, и он что-то мне вот об этом стесняется сказать. А потом сидит Иванов, смотрит на себя в эфире, что-то ты там рябишь. Это произошло по одной банальной причине, что специалист не открыл рот вовремя, понимаете? Все. Есть люди компетентные. Он сказал мне, что поменяй рубашку, я поменял, получился нормальный эфир. Не получилось брака. Если я говорю, что не нужно строить инновационный культурный центр на острове Русском, прежде чем решить, что в нем будет, то я понимаю, о чем я говорю. Вот результат. Два купола на острове Русском не достроены. Если президент дает поручение передать Мариинский театр с краевого ведомства в федеральное, это не значит, что он давал поручение передать его с долгами. Его передали с долгами, и пять лет потом мучились, как закрыть 504-м кредиторам эти долги. Если вы приходите в Владиславский цирк и видите, что там не очень качественная отделка по материалам, значит, кто-то где-то торопился и не сказал вовремя, давайте сделаем хорошо, это же дети. Все промолчали, а условный губернатор принял неверное решение. Хотя ему вполне могли за столом сказать, а давайте сделаем вот так, потому что так-то лучше. Он живой человек, он в состоянии услышать. Он еще не прошел фазу, когда он чувствует себя царем. Понимаете? Но мы все вместе помогаем эту фазу пройти ему быстро. Ой, так все правильно сделали, конечно же, конечно же. А потом выходим в коридор и говорим, да хер не ополнил. Ну все. Вот так это работает. Я знаю массу людей, которые за столом, ну в смысле обсуждают, спорить надо. На мягкой опираться невозможно. Есть такая хорошая пословица. А еще есть прекрасная цитата, мне очень нравится. Понабрали преданных, а спрашивают как с умных. Это отличное завершение нашей с тобой беседы. Что делать? Жить? Открывать рот? Да. Просто жить мне больше нравится. Жить и открывать рот. А зачем жить не открывая рта? Что-то говорим, что-то меняем. Помимо политики, помимо вот этих принятых решений, правильные или неправильные, существует просто обычная человеческая радость. Конечно. Дом, семья, путешествия, автомобиль, продукты, рестораны, кафе, друзья. Все это есть вообще. Откройте мой инстаграм, все присутствует. Вот прям все, что назвал. Я даже не знаю, чего нет, из того, что перечислил. Все есть. Море, автомобили, друзья, рестораны, кафе, музыка. Можно ли, нужно ли идти в политику? Даже если ты умеешь открывать рот, и иногда оттуда вылетают пузы, фразы и мысли. Мы же все в нее приходим, хотя бы на секундочку. Что такое политика? Это твое влияние на то, что происходит вокруг тебя. Мы все и занимаемся. Понимаешь, мы манипулируем женой, жена манипулирует нами, детьми. Это тоже политика. Ты ведешь ребенка в школу. Это тоже политика. Потому что в школе очень много делается неправильно. От того, что родители на собрании открывают... Ну, кстати, вот это же прекрасный кейс с родителями. Прекраснейший кейс. Потому что за своего ребенка отец и мать готовы перегрызть горло. Вот они должны также сражаться за свою родину. За себя, родных. Были, например, такие истории в жизни, когда начинали поддушивать студентов в ДВФУ. Ну, там, по каким-то политическим историям. Приезжал отец и говорил буквально... Вы понимаете, что такое отец, да? Он приезжал и говорил прямо директору школы или там проректору. Слушай, чувак, если с моей дочкой что-то случится, я приеду, набью тебе морду. И это работает. И он понимает, что отец как волк за своего ребенка вступится. Ну, так должно быть. Заметьте, если бы речь шла не о его дочери... Этого бы не было. Так вот так надо заступаться за свои гражданские права. В принципе, каждому в этой жизни определено свое место и свое предназначение. Только нужно вовремя увидеть, разглядеть. И при этом, самое главное, ни в коем случае не молчать. Это финал? Да. Да. Жизнь слишком коротка, чтобы жить, чтобы жить ее неинтересно. А интересно жить, это значит двигаться. Двигаться, говорить, чувствовать. Ну, какой смысл прозябать? Иными словами, делай что угодно, то, что тебе нравится. Да. Но ни в коем случае не предавай ни себя, ни своих близких, ни свои идеалы. Двигаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!